Павел Латушка, заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси, руководитель Народного Антикризисного Управления. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, приветствую вас. Накануне Лукашенко зачем-то поехал в Россию. Там на Валааме он встретился с Путиным, они посетили службу в храме, ну и якобы провели закрытые переговоры. Но после этого никаких общих заявлений не было. Как думаете, зачем был этот очередной визит и о чем говорили диктаторы? Ну это тот случай, когда не Путин позвал к себе своего вассала, а именно наоборот, Лукашенко стремился, добивался этой встречи с Путиным. И связано это было с тем, что когда Лукашенко публично, некоторое время тому назад, пребывая на границе с Украиной, на южном участке, ну в северном с точки зрения Украины, сделал заявление о том, что мы договорились, военные Украины, военные Белоруссии, что нет угроз и мы отводим войска. Понятно, что это было все ИПСО, придуманное в Кремле, реализуемое Лукашенко. Он сделал заявление, что надо договариваться, и вот надо мне с Путиным встретиться и также поговорить на этот счет. В последующем Путин выслал несколько очень четких сигналов Лукашенко. Эти сигналы заключались в том, что с 11 июля в воздушном пространстве Белоруссии регулярно начали появляться дроны Камикадзе «Шахет». Понятно, что это дроны были российские, потому что, если бы это был один дрон, можно было подумать, случайно залетел дрон, который направлялся на территорию Украины. Если два, ну хорошо, можно предположить, но когда четыре дрона, один из них взрывается недалеко от города Бобруйск 100-тычного, значит, это российские дроны. Опять же, Лукашенко их не сбивал, и поэтому Лукашенко очень активно просился к Путину на встрече, чтобы объясниться, а что же он такое творит. Опять же, он уменьшил давление на границе на Западе, используя нелегальных мигрантов. И вот об этом, я думаю, и шла речь, и именно это и хотел Лукашенко обсудить. Но символично, что Путин позвал его на Валаам. Да, это не первый раз, но вместе с тем мы понимаем, что такое монастырь на Валааме. Это монастырь, который посвящен расстрелянной царской семье. У Путина всегда превалирует Византийщина. Ему нужно давать какие-то месседжи. И понимая российскую дипломатию, сталкиваясь с ней по своей работе как посол, как дипломат, я понимаю, что очень много именно закладывается в месседжи, посылы, дипломатические знаки. И вот именно этот знак, я бы не считал, что он случайен. Фактически Путин дает знак Лукашенко. А Лукашенко еще приехал, кстати, с Николаем. Он дает определенный сигнал Лукашенко. Что может произойти, если он откажется дальше выполнять волю главного своего хозяина, коим является для него Путин. Вот то, что шахеды, о которых вы вспомнили, залетали на белорусскую территорию, российские шахеды, как думаете, а что Лукашенко мог сказать по этому поводу Путину, и что мог услышать? Ну, это такое, пофантазируем, скажем так. Ну, я не думаю, что Лукашенко может себе позволить тон, не знаю, обиды, или тон на высоком уровне, да, голосовом. Но, скорее, было сказано так. Ну, Володя, зачем? Ну, зачем, Володя? Ну, не надо, да? Ну, я же готов разговаривать. Не надо мне посылать эти дроны, потому что это будоражит общественное мнение в Беларуси. Обратите внимание, что после того, когда эти дроны влетели на территорию Беларуси, в воздушное пространство Беларуси, один из них взорвался, Лукашенко никак не прореагировал на это публично. Не было никакого заявления Министерства иностранных дел. Грызлов, как посол России, не был приглашен в МИД, не была вручена нота протеста, ну, или, по крайней мере, какие-то требования дать разъяснение. Вообще, как будто этого не было. Как будто дроны не летали боевые в полном, как говорится, боекомплектом над головами беларусов в Витебске, например, когда за день до этого там был Лукашенко открывал славянский базар. Ну, что, это случайность. Когда они пролетели над Могилевым, а Могилевщину Лукашенко считает своей родиной, и там была объявлена воздушная тревога над Могилевым, когда дрон взрывается возле статысячного города, возле двух агрогородков, да. То есть он никак не отреагировал на это. Поэтому сейчас, конечно, он скорее был просителем. Володе, не надо, я буду делать то, что нужно делать, но, может быть, услышь меня, вот тут на меня давят, давит Польша, давит Запад, на меня там Франция оказывает давление, мне тут Китай тоже дает соответствующий сигнал, я же должен крутиться, я же твой союзник, я, как говорится, в доску твой, но мне приходится, как говорится, между двух огней, между молотом и наковальней. Я думаю, что он пытался ему объяснить это в этом ключе. Еще такой вопрос про санкции хочу задать. Вот Евросоюз в конце июня расширил санкции против Белоруссии, и многие ограничения касаются торговли. На этом фоне Лукашенко буквально два дня назад заявил, цитирую тут, «Это наши соседи, Европейский союз, с ними надо найти пути сотрудничества». Конец цитаты. Но вот раньше он называл страны ЕС недружественными, грозился вводить ответные санкции. А что же изменилось? Почему Лукашенко изменил риторику и вот заговорил о дружбе? Есть такое устойчивое выражение «говорить не мешки таскать». Говорить он может много. Вопрос в том, что он может делать и на что он способен, насколько можно верить словам диктатора. Это тот человек, который потерял полностью авторитет в глазах демократического международного сообщества. И когда я общаюсь с высокопоставленными политиками западных стран, вчера у меня была беседа с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, все понимают, что верить можно только действиям, конкретным действиям Лукашенко. Почему Лукашенко делает такие заявления? Потому что мы знаем с вами о том, что правительство Польши в лице министра иностранных дел этой страны сделало заявление фактически ультиматум Лукашенко. Если он не прекратит атаки с использованием нелегальных мигрантов против Польши, то Польша пойдет на закрытие пограничных переходов, товарных пограничных переходов. И это уже начало происходить. По крайней мере, на 33 часа был закрыт пограничный переход Малашевича железнодорожный, был закрыт, приостановлено движение на пограничном переходе Козловича-Кукурыки. Сейчас, я ссылаюсь на вчерашнюю беседу с министром иностранных дел, идет замедление работы погранпереходов. И делает, кстати, это не только Польша, делает это в том числе и Литва и Латвия. Ну а с другой стороны, президент Польши Дуда был в Китае и обратился к Пекину с просьбой повлиять на Лукашенко, чтобы он прекратил эти атаки, искусственную миграционную войну, которая, кстати, повлекла уже жертвы, да, в виде смерти польского солдата и 25 раненых военнослужащих. Ну и Лукашенко оказался опять же между молотом и наковальней, о чем я говорил в первой части нашей беседы. То есть на него, с одной стороны, давит Польша, с другой стороны, Китай, ну и Лукашенко начал слать такие месседжи. Ну опять же, они в никуда, они попадают в пустоту, потому что все верят только действиям. Никто больше, никаким гарантиям, словам, заявлениям Лукашенко не верит. И Лукашенко должен обнулить миграционный кризис. Он должен выдать убийцу польского солдата. И он должен освободить политических заключенных. В том числе и представителя польского меньшинства, активиста Анджея Почобута, журналиста, польского журналиста. И об этом сказал и министр иностранных дел Сикорский вчера, и об этом сказал до этого первый заместитель министра иностранных дел Польши. Здесь очень четкая, ясная, однозначная позиция. Сделает Лукашенко? Ну тогда я понимаю, что будут кто-то смотреть, что же дальше можно, какие контакты осуществлять с представителями Лукашенко. Я, конечно, противник этого, но в любом случае должны быть шаги вначале. Вот по поводу Китая вы сказали, а как Пекин может повлиять на Лукашенко? И зачем это вообще нужно Пекину? Ну, Китай второй торговый партнер Беларуси. Первая Российская Федерация, второй это Китай. Китай один из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. Есть китайский парк, Великий Камень, который находится под Минском, там достаточно много китайских компаний, есть производство автомобилей, ну и так далее, и так далее. Для Лукашенко сидеть на стуле с одной ножкой очень сложно. Ну, представьте, каждый из нас, вот кто смотрит сегодня эфир, попробует, ну, лучше не экспериментировать, а то потом могут быть телесные повреждения, сесть на стул на одной ножке. Ну, это же невозможно. Вот это одна ножка России, ему нужна вторая нога. Это вторая нога, это Китай. Там уже как-то физически, с точки зрения физики, можно усидеть. Поэтому Китай имеет серьезное значение для Лукашенко, как партнер экономический, инвестиционный, как партнер политический, который оказывает определенную поддержку на международной арене. Китай заинтересован в Беларуси с точки зрения транзита. Он не заинтересован в Лукашенко. Честно говоря, Китаю все равно. Будет там Лукашенко или Петрович или кто другой. Главное для Китая это его интересы. Сфера влияния, ну и интересы с точки зрения обеспечения безопасного, систематического, непрерывного потока товаров, контейнерных перевозок, которые идут через границу Беларуси и Польши. А это 95% контейнерных перевозок Китая, которые идут по этому направлению. Это 300 миллиардов экспорта, который осуществляет Китай в Евросоюз. Не все, конечно, через Беларусь, но это огромные объемы. И здесь Китай в этом заинтересован. Он, конечно, будет давить на Лукашенко. Ну, давить в том плане, чтобы Лукашенко прекратил все эти провокации на границе. Правильно я понимаю? В том числе. Чтобы Польша не закрыла. Последствия, которыми мы располагаем, и из наших инсайдов внутри Беларуси, опять же, косвенно это подтверждало и польское правительство, польская сторона. Китай, прежде всего, обратился к Лукашенко с предложением объяснить, а что же такое происходит на границе? Почему возникает проблема? Публично Китай сделал предложение сторонам сесть за стол переговоров. Но какой тут может быть стол переговоров, если речь идет о том, что одна сторона в лице режима Лукашенко систематически провоцирует эскалацию, дестабилизацию на границе, искусственно готовя, приглашая и направляя, вбрасывая этих мигрантов. Конечно же, с Российской Федерацией. То есть это совместный проект. Поэтому здесь не вопрос переговоров. Здесь вопрос о том, что Лукашенко должен это просто прекратить. Ну, а какие еще страны торгуют сейчас с Беларусью? И не только напрямую торгуют с Беларусью, а через нее в обход санкций торгуют с Россией. Какие страны через Беларусь торгуют с Россией в обход санкций? Ну, я думаю, что, честно говоря, надо говорить, что Европейский Союз торгует с Россией через Беларусь. И это будет продолжаться до того момента, пока не будут гармонизированы санкции. Первое существенное решение было принято 29 июня. Этим решением, ну, как мне сказал на встрече спецпредставитель Европейского Союза по санкционной политике посол Оссаливан, 60% гармонизации, как они оценивают, в Европейской комиссии произойдет. Но еще 40% остается. Опять же, ну, это сложно подсчитать. 60% или 40%. Ну, вот как раз-таки гармонизация направлена на то, чтобы не обходить санкции. Но это решение вступает в силу только с 1 октября. Так что до 1 октября такая возможность остается. Ну, например, поставлялась мебель белорусская на 200 миллионов, 220 миллионов долларов США с территории Беларуси. В том числе из-за того, что Россия не может продавать свою мебель, заходила мебель российская. Алмазы российские. Рост поставок в Беларусь алмазов с 2021 по 2023 год составил 10 раз. До 35 миллионов долларов. Поэтому все алмазы шли через Беларусь в Европейский Союз. И наоборот, Европейский Союз также поставлял, например, там, краски, которые нет необходимости покупать Беларусь, но не может покупать Россию. Через Беларусь они шли и заходили. Таких товарных позиций сотни. Это полтора миллиарда, это миллиарды евро. Поэтому прежде всего Европейский Союз обходил. Но сейчас гармонизация наступает. Второе, контроль более жесткий вводят соседние страны. Литва, Латвия, Польша, и к этому присоединяется Эстония. Так что влияние более серьезное на экономику будет и на самого Лукашенко. И поэтому Лукашенко и начинает голосом говорить. Мы тут вообще-то готовы торговать. Давайте, может, все-таки посмотрим и начнем торговать с вами Европейский Союз. Потому что угрозы нависают. Опять же, введены санкции на систему передачи финансовых сообщений. СПФС, это аналог СФИФТа, который был разработан Центробанком Российской Федерации. Он находится в санкционном пакете российском. Но он будет затрагивать в том числе и банковскую систему Беларуси. Если она будет использовать этот СПФС, она использует для проплаты военных товаров, военных технологий и так далее. Дело в том, что в Украине как раз-таки ждут усиления санкций от Европейского Союза, чтобы вот эти все какие-то подводные течения тоже прекратились. Павел, благодарим вас, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Павел Латушка, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления, был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова